Всем привет! Здравствуйте! В Минске стартовал третий день чемпионата мира по хоккею. Ну и мы начинаем этот день с матча сборных Италии и Франции. На ваших экранах главные тренеры соперников Том Покель, рожденный в Америке, главный тренер сборной Италии. Ну и Дэйв Хендерсон уже знаменитый, знаменитый тренер сборной Франции. Ну вот он как раз канадец. Итак, это чемпионат мира, это группа A. По второму поединку сегодня проведут итальянцы и французы. Италия на восьмом, последнем месте. 0-3 поражения и 0 очков. Таких команды две. В группе A также Даня. 0-3 в первом игровом дне своем уступила шведам. Христобаль Юэф стекло. От синий будет бросок. Нет, не дает бросать. Просто не дает бросать. И выход у французов. Опасный момент. Шанс. Гол. Гол Даниэль Белиссима. Ошибается. Лоран Манье, капитан сборной Франции, открывает счет в этом поединке. Второй Голиадор французов на чемпионате мира. Лоран Манье. На одиннадцатой минуте второго периода Италия пропускает. Ну, смотрите, как все было. Даниэль Белиссима как-то излишне, излишне разнервничался тут, наверное. И между щитков шайбу пустил. Между или под. Вот, выход французского капитана. Мягко пускает шайбу между щитков. Да, Лоран Манье так вот немного опозорил Даниэль Белиссима. Белиссима в расстроенных чувствах. Открыл щитки, убрал клюшку. Даниэль Белиссима пропустил необязательную шайбу. Понятно, что растягивал его соперник Лоран Манье. Но все же, все же, Лоран Манье воспользовался тем единственным своим шансом в этой ситуации отличиться. На какое-то мгновение Белиссима дверцу открыл и шайбочка туда вошла. 1-0 французы повели. Бросок, подставление. Снова безрезультатно. Но главное, что шайба остается в зоне атаки. Главное для итальянца. Вот сейчас неплохо. Бросить нужно. Есть бросок, гол. 1-1. 1-1 реализовала Италия свое третье большинство. Наверное, должно было им повезти, этим итальянцам. Привлекают своей настойчивостью Джулио Сканделло. Первая шайба сборной Италии на чемпионате мира. Смотрим еще раз. Здесь не бросил. Потом бросает. Рикошет. Даже там два рикошета. Ристобарио и Юэ не помогли партнеры. Нет, не коснулся, кстати, шайбы в этой ситуации. Джонатан Янил, который бросался под бросок. От Юэ шайба зашла в ворота. Под мышкой пропустил Крестобаль Юэ. Ну, как видите, и Крестобаль Юэ может иногда по марочке допускать. Опытнейший вратарь, поигравший в НТЛ. Крестобаль Юэ, Даниэль Бериссимо. Франция-Италия 1-1. Момент у французов. Почти 93 минуты понадобилось команде Италии на то, чтобы первую шайбу... ...в французов. Нет. Отбита эта атака. Итальянцы. Но что вы, ребята, в синей форме. Момент! Крестобаль Юэ! Гол! 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 Сборная Италии! Брависсимо! Белиссимо! И все остальные! Ух ты! Сборная Франции победила Канаду. Но сборная Италии после второго тура может быть выше в турнирной таблице. А как вам номер-то, а? В обороне сидели. В окопах итальянских. Сквадра Адзура хоккейная отсиживалась. Под щитком пропускает. Маркус Гандер забрасывает шайбу. Ну а все сделал для этого гола Даниэль Тудин. Протащил шайбу. И вот как Маркус Гандер отправляет ее в ворота. 2-1 в пользу сборной Италии. Привет, победители канадцев. Тайм-аут. Тайм-аут. Нужно сейчас прийти в себя всем. Отдышаться. Франция берет тайм-аут. Дэйв Хендерсон. Нисходит улыбка с лица Маркуса Гандера. Его команда может убедить. Я предлагаю порыться еще в архивах чемпионата мира высшего дивизиона. Когда сборная Италии добывала победу в основное время. В последний раз. На чемпионате мира 2012 года, когда итальянцы вылетали, у них была победа в овертайме. Два очка. Они набрали в итоге. В основное время нужно будет посмотреть, проверить. 17 лет назад Италия побеждала Францию на чемпионатах мира. И вот 40 секунд. 40 секунд. И возможно это случится снова. Выбрасывает итальянцы шайбу. Италия в контратаку идет. Пустые ворота. Крестобаля ее уже нет. Он уже не нужен. Нужно спасать положение. Спасать лицо свое французское. Бросок в ближний угол. Стефан Дакоста бросал. Разочарован Крестобаль Юэ. Ну а Даниэль Белиссимо уже 29 сейвов сделал. Выбрасывание в зоне сборной Италии. Французы в нескольких секундах от поражения сенсационного находится. Дамьен Флори в соперника отправляет шайбу. Четверть минуты до сирены. Французы будут причастны уже ко второй сенсации. Правда на этот раз со знаком минус для себя на этом турнире. Но будут ли 6 секунд 5 шайба. Нет она не в воротах. 3-2-1. Итальянцы отбрасываются и они побеждают. Сборная Италии добывает 3 очка. Ох и веселуха. Будет в борьбе за выживание на чемпионате мира. Ох и борьба у нас предстоит. Сборная Франции в достаточно неудобное положение себя поставила. Сборная Франции. Что теперь имеем? Италия 3 очка набирает. Обходит она и Францию и Чехию. На данный момент Франция после двух туров с двумя очками опускается на предпоследнее место. Может быть последний. Если Дания сегодня как раз больше двух очков в матче с Норвегией наберет. Последний момент. Момент в котором могли счет сравнять. Французы могли, но не сумели. Итак, 2-1 в пользу сборной Италии. Что называется, хоронить их, спешить совершенно не стоит. Итальянцы неожиданно одержали победу в этом поединке. Ну что ж, сейчас наградим лучших игроков в матче. Дэйв Хендерсон разочарован. Ну с ним отец, если был бы жив, не разговаривал бы после победы Франции над Канадой месяца 3. Интересно, сколько бы он не разговаривал после поражения от итальянцев. Том Поккель никаких эмоций не демонстрирует. Том Поккель понимает, что это еще далеко не конец. Хотя очень важная, очень важная победа. Сами вы понимаете, что в случае поражений команд Франции и Италии во всех последующих матчах сборная Франции вылетит в первый дивизион. Даже если сборная Франции еще хотя бы одно очко наберет, а Италия не одного, тоже этого будет мало. Как минимум два очка нужно набирать Крестабалюэ и компании в следующих матчах. Следующий поединок, ближайший матч в понедельник у французов со словаками. Вот словаки и датчане, наверное, могут что-то привезти в сборную Франции в плане набранных очков у Италии. Следующий поединок с Данией. Во вторник будут играть итальянцы. Вот у итальянцев как раз первые матчи на турнире это матчи жизни. Остальные с фаворитами там уже, наверное, особо ловить ничего не стоит. Белиссимо и Юэ лучшие игроки этого матча. Вратари лучшие игроки этого матча. По одной ошибке допустили, правда. Но ошибка Крестабаля и Юэ была роковой. Давайте послушаем гимн Италии. В первый, я думаю, в последний раз на этом чемпионате мира. Какой матч вы дали итальянцы? Поздравляем. 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 Играет музыка Играет музыка